Здравствуйте, дорогие мальчики, дорогие девочки, добрые хозяюшки! Скажите мне, пожалуйста, кто из вас не любит йогурт? А, все любят, все! А вот если мы еще сами приготовим йогурт и никому не скажем, а сами научимся, а потом научим маму, бабушку, это будет очень-очень хорошо и круто и очень вкусно! Для этого мы вскипятили молочко. Посмотрите, какая шкурочка вкусненькая тут, желтенькая. Вскипятили молочко и дадим ему немножечко остыть, чтобы оно было тепленькое, не горячее, а тепленькое. А как вы думаете, ребята, как можно сделать без закваски йогурт? А, никак! Потому что нам нужна заквасочка вот такая вот, заквасочка и другая, такая, какая есть в вашем супермаркете или в другом магазине продуктовом. Берете закваску и потом вынимаете оттуда одну бутылочку, а в бутылочке там, знаете, что? Там порошок из живых организмов. Вот, мы открываем эту бутылочку и всыпаем ее в баночку с тепленьким молочком. Ну вот, наше молочко готово. И мы с вами всыпали порошок из живых бактерий прямо в баночку. Оказывается, ребята, что из этой маленькой бутылочки, из тех живых бактерий, которые находятся в этой бутылочке, можно сделать 3 литра йогурта. Если мы в 1 литровую баночку всыпем вот эту вот бутылочку, получится литр, а можем на 3 литра молока и тоже одну всего лишь бутылочку этой смеси. Хорошенечко перемешаем и поставим в теплое место на 6-8 часов. Ну, я ставлю, допустим, до утра. И утром посмотрим, что у нас получится. Итак, мы накрыли крышечкой пластмассовой нашу банку с молоком, чтобы получился йогурт. И накрыли, хорошенечко укутали махровым полотенцем. И будем ждать 6-8 часов. Ну вот, наш йогурт готов. Он такой вкусненький, посмотрите, какой он жирненький, какой он пахучий и такой свеженький-свеженький пахнет, свежестью, свежим молочком. Ну, как ряженка пахнет. Вот, теперь нам уже закваска не нужна будет. Каждый раз на литровую баночку молока мы будем брать 2 столовых ложки нашей уже, нашего йогурта. И у нас получится новый йогурт. А потом из другой баночки 2 ложечки и снова получится новая банка йогурта. Теперь, смотрите, хорошенечко перемешаем. Вот какой он жирненький, какой он густой. Да чего ж вкуснятина. Ой, аж сюда пахнет. Смотрите, сколько я мешаю. А он все время густой и очень вкусный. А чтобы еще вкуснее был, знаете, что мы сделаем? Мы сюда положим клубничку или ежевичку или вишенки. Вот сейчас я достану из холодильника и сделаем себе вкуснятину необыкновенную. Я налила в стаканчик и, смотрите, достала из холодильника я клубничку, перетертую с сахаром. Ой, как будто бы на грядке растет сейчас. Вот мы достаем эту клубничку и сразу в йогурт. И до чего у нас вкуснятина сейчас получится? Ой, клубничный йогурт. А вы можете любой делать йогурт, какой вам хочется. С каким хотите, с таким фруктом и делайте. Сейчас будем пробовать. Боже мой, такая вкуснятина. Ой, вы себе не представляете. Это просто, ну просто вкуснятина. Ну такая вкуснятина. Да еще с клубничкой. Даже нет сравнения с магазинным йогуртом. Наш йогурт. Ой, вкуснятина. Теперь, ребятушки, вы будете уметь делать такой вкусный, привкусный йогурт. Можете этот рецепт давать своим друзьям. Это будет бомба. Это бомба просто. До того вкусный наш йогурт. Йогурта нашего уже нет в стакане. А сушили. Это такая вкуснятина. Я вам передать не могу. И еще я забыла вам сказать. Когда будете покупать закваску в магазине? Покупайте ее. Это для первого раза. Детки, скажите маме, чтобы мама покупала закваску без всяких добавок. Чтобы не было тут никаких, никакой химии, чтобы не было. А сами будете сюда наложить, в этот уже настоящий йогурт, будете или клубничку, или вишенки, или мед, или ежевичку. Что у вас будет? И будет такая вкуснятина. Я вам передать не могу. Ну что ж, до свидания, мои дорогие ребятушки. Давайте быстренько бегом в магазин, покупаем закваску, молочко и делаем этот замечательный йогурт. Бомба!